всем приветики хотел сравнить два моих мультиметра старой которая покупал и новый который вот недавно приобрел ну по я думаю по ним уже уже видно что этот посерьезнее будет во первых и повыше такой и по и потолще чуть-чуть хотя нет по толщине такой же на получение такой же но он повыше хотя в руках не да даже потолще потому что если послужить так вот хорошо видно что он чуть-чуть побольше он она видна посередине и повыше и и по даже по наверно по длине и да тут вот когда ставишь короче он по всем параметрам больше по высоте по длине по ширине и когда я уберешь руки сразу ощущается такое ну видно что они с таким ты маленьким придешь или с таким ты подойдешь огромно это такой более как профессиональный смотрится тут у него и щупы такие потолще они вот видны такие прямо вот щупы подлиннее вот если убрать эту штуку сами вот эти штучки подлиннее и тому для чего то я не знаю такая вот посередине прорезь есть и крыши и колпачки такие есть и сами они вот потолще ручки вот эти вот они прямо толстые толстые вот и провода провода тоже потолще видно что так вот если сравнить два провода то видно что вот этот явно потолще так вот если сравнить видно что этот прям потолще посерьезнее хотя напряжение одинаковое пропускают что что здесь вот амперы амперы дело в амперах здесь 10 10 а здесь 20 в два раза больше ампер поэтому провода потолще вот а так все то же самое получается вот у нас идет здесь даже удобнее получается что вот постоянное напряжение и здесь у нас тоже вот постоянное напряжение вот здесь переменное напряжение только здесь диапазонов больше здесь у постоянного напряжения 5 позиций а здесь у постоянного напряжения ну то есть ты можешь измерять 20 м милливольт, наверное потом 2000 здесь 2000 нету потом 20 а здесь между 22 еще есть вот потом 200 и 1000 а переменная 200 или 750 а здесь тоже 200, 2, 20 ну здесь в общем она вопрех удобна, что близко расположена рядом и больше делений потом по амперам тоже здесь постоянные амперы а здесь переменные хотя здесь только переменные нет, здесь постоянные, а здесь переменные то есть уже можно переменный ток мерить а здесь нельзя вот вот и получается, что да эти измерения такие же все есть где у нас сопротивление тоже есть прозвонка потому что это измерение по-моему вот это вот к этому относится но здесь оно тоже есть еще даже дополнительно есть измерения но в общем это явно получше в нем побольше функции а так все то же самое а функция у меня плюс в том, что вот переменная переменный ток есть под цвет экран двигается кстати это положение вот я думал можно я думал хотел усиление туда задавить оказывается нельзя потому что раздавить экран нужно потому что там как видно идет только толстая сужается и к этому краю оно как раз таки уже подходит и оно вот как раз таки ну то есть оно как раз таки уже это его максимальное вот так оно максимально сложно то есть дальше его уже не задвинешь это максимум его можно поднять разве что вот это удобно как бы то что ты можешь в любом положении находиться плюс есть подсветка как бы вот и не нужно постоянно возвращать в какое-то положение как здесь оно вот выключено здесь и нужно постоянно возвращать это здесь можно наставить на любом значении просто включить а потом выключить вот можно удержать какие-то значения то есть нажал кнопку и то что было на экране оно останется подсветка есть нажал оно постепенно гаснет плюс вот эта штука я так понимаю, очень точная. Ты когда дотронулся, она тебе показывает значение. Ты чуть шевельнёшь, и там уже меняется. То есть она очень чувствительная получается. Вот. Ну и сама инструкция. Вот она, сама инструкция. Правда, она так сделана неудобно, что получается, её нужно так вот перегибать. Один, два, три, четыре, пять. А дальше идёт шесть, семь. Вот. Получается, вот у нас тут такая инструкция по каждому наш прибор. И здесь, кстати, расписано, что основные моменты, что когда повреждены провода, или приборы, или крышки нету, нельзя использовать. Вот. Нельзя подключать когда, ну, в общем, к цепи, которая максимальное напряжение превышает. То есть если здесь максимум тысяча, нельзя к большему подключать. Вот. потом, что тут ещё... Кстати, кстати, я не знал, что оказывается, при 30 вольтах переменного тебя уже будет это уже будет чувствоваться. Ну, то есть... То есть, постоянный только нужно 60 вольт, чтобы ты его почувствовал. А переменный 30, кажется, мало, а уже нет, будет чувствоваться. Я вот этого не знал. Вот. И правильное положение должно быть, чтобы как бы не испортить мультиметр. Вот. Кстати, ограничитель. Я тоже не знал, для чего они нужны. Типа, я думал, просто для красоты. Оказывается, нет, это чтобы пальцы не соскользнули. Типа, когда ты меряешь, там уже большое напряжение. Может быть, чтобы пальцы не соскользнули, ты не затронулся. Нужны вот эти вот штуки, чтобы ты как бы пальцы не ушли. Это тоже как бы... Ты читаешь инструкции и открываешь для себя что-то новое. Вот. По поводу сопротивления тоже. Нельзя. Типа, ну, пишут, что нужно для измерения сопротивления нужно разрядить все... Отключить питание, разрядить все конденсаторы. Вот. Я думаю, можно и так мерить. Оказывается, нет, нельзя. Ну, а так, все остальное, в принципе, понятно. Дальше идут характеристики. DC-AC, это понятно. DC-AC, это постоянная, а-C переменная. Другая сторона у нас идет. Что здесь? Защита от перегрузок. В режиме... В общем, в этом режиме есть защита от перегрузок. А в режиме 21 уже нету защиты от перегрузки. Вот. Ну, здесь, в общем, все вот такое вот расписано. как подключать постоянный ток, как измерять. Вот. Ну, а с этой стороны получается, как... Как и в этом, получается, вот тоже подсоединяешь. Здесь есть вот ком, это здесь сюда-сюда подключается черный. Сюда для измерения обычных, то есть ток напряжения здесь и здесь. Это через это измеряется. Амперы измеряются вот здесь. Если они там маленькие, если побольше, то вот здесь. Ну, вот, в принципе, как оно и здесь все работает. Только здесь еще есть функции типа вот они здесь все эти функции. Это гарантийный талон. Вообще, нам так-то, по сути, и не нужен. Тестирование диодов есть. Транзисторы. Это получается. Ставим HFE и сюда вот присоединяем транзисторы, проверяем их. Так. Правда, я не знаю, для чего это. Я вообще типа в этом не шарю. Про замок соединений. Потом, что еще есть транзисторы. И еще здесь что-то было такое. Как-то оно там правильно называлось. Я не помню. Надо сейчас. глянуть. Вот это вот что я хочу глянуть сейчас. Ну вот, получается, глянул F. F это у нас измеряет емкость. Вот оно подключено. Восстановится, переключается в положение F. Ну вот. И поставьте типа COM и MA. И можете измерять. Типа оно для чего CX надо? Я вот так что-то тоже что присоединяется. Ну, честно говоря, я не знаю, для чего нужен CX. Полазил по всей инструкции, не нашел нигде значения CX. Для чего оно надо, я не знаю. Ну, а так, если по сравнению с этим, так сразу, когда глянул, ничего не понятно было. А сейчас так смотришь, так уже и понятно все вроде то же самое, что вот здесь, только оно более так расположено удобнее как-то. Постоянное напряжение, переменное напряжение, постоянный ток, переменный ток, сопротивление. Это измерение емкости. Это измерение транзистора. Вот оно сюда ставится. Транзисторы. Это прозвонка, диоды. Вот. и все. Удержание, подсветка, включение, выключение. Сюда всегда черный здесь, когда измеряешь напряжение. Здесь, когда ток измеряешь сюда, когда вот, например, емкость и слабый ток. В принципе, и все, ничего такого сложного. Но мне для этого и надо напряжение и ток. А все остальное я даже не знаю что и как и почему. CX вообще даже не знаю для чего. вот. Вообще, так бы, чтобы измерить такое, сейчас посмотрим. Ну, вот у меня, в общем, идет блок питания. Получается, внутри плюсы, так насколько помню. Вставляем. Так, это у нас, я уже правильно выбрал постоянное напряжение 20, а там 5, правильно. 5,50, да. Ну, и вот оно показывает. И здесь, по-моему, должна гореть лампочка. А, нет, это на прозвонку она горит, точно. Вот эта вот лампочка. А сейчас просто показывает. А на прозвонку она горит, да. лампочка. Единственное, что мне нравится, это этот список. Он такой, немножко противный. В то время, когда здесь список более такой, получше будет. Более звонкий, более четкий и не такой противный. Вот. А измеряй так же. Это мы, получается, внутрь вставляем плюс, наружу минус, и оно нам выдает сколько... Ой, я на прозвонку поставил. Нам надо, нам надо на 20, на 20. достаточку. 5,52 показывает. 5,52 А этот показывает у нас... Мы сейчас переставим вот сюда. Показывает у нас... По-моему, 5,50 показывает. То есть, этот уже на 2 немножко врет. 5,51 Ну, может быть... Ну, подбирает чуть-чуть. Но на 1 это не сильно страшно. Здесь вот сразу оп, выключил. А здесь надо отщелкивать. Вот. Так что не сильно они разные. Просто этот более такой профессиональный. Мне он больше нравится. Я рад, что я его купил. Он стоит, получается... Сколько он стоит? Ну, в 2 раза дороже, чем этот получается. Да, в 2,5 раза дороже, чем этот. Если этот стоит там 5 долларов, то этот стоит долларов 7 где-то вот так. Нет, даже нет. Стоп, какой 7? Нет, это где-то вот этот долларов 6 стоит, а этот где-то примерно 14 долларов стоит. То есть, ну, так. Я рад, что я его купил. Вот. Такое вот сравнение. На этом все. Всем пока-то. Пока-давай. Пока-давай.